13.05 Кира, у микрофона Светлана Занько. И сегодня вы слушаете интервью Владимира Быкова, главы города Кирова, председателя Кировской и городской думы. Владимир Васильевич, добрый день. Добрый день. Перед тем, как мы с вами обсудим некоторые итоги этого года и некоторые прогнозы на следующий, хочу задать вам следующий вопрос. Вы, наверное, обратили внимание на то, что несколько дней назад губернатор Кировской области Никита Белых у себя в Твиттере провел опрос среди своих подписчиков, где предложил высказать мнение о том, как должен называться город. Три варианта ответа. Киров, Хлынов и Вятка. И последний вариант набрал 67% голосов. Ему уже, кстати говоря, на предстоящую прямую линию пишут призывы, чтобы вас запомнили наши дети и внуки восстановить историческое название города и еще так его немножечко шантажируют или не в силах это сделать. Но это ладно. А вы как относитесь к этому вопросу? Как вы считаете, настало ли то время, когда город действительно можно переименовать или, по крайней мере, вернуться к обсуждению переименований? Обсуждать вопрос переименования, наверное, можно всегда. Прородить более расширенный опрос, потому что мы уже такую работу проводили. И можно сказать, что население, особенно те, кто родился, будем говорить, вот, там, 60-е, 70-е годы, они родились уже в Кирове. И вот они, в общем-то, высказывали то, чтобы был город Киров. Конечно, есть часть населения, которые хотели бы быть, чтобы город был вяткой. Поэтому я думаю, что обсуждать можно, смотреть и думать, никому никогда ничего не запрещается. Но я думаю, что вот опрос, который прошел, он, наверное, захватывал не всю часть населения. Это только подписчики губернатора, пользователи интернета. Поэтому я думаю, что давайте будем обсуждать. А опрос, о котором вы говорите, проходил несколько лет назад в городе Кире. Вопрос мой заключался в следующем. Не настало ли время, когда следует вплотную этим снова заняться? На фоне того, что патриотические настроения в России вообще сейчас очень сильны. Ну, я считаю, вообще-то, что город Киров должен быть вяткой. Кировом, вяткой. Мое мнение. И я это говорю открыто. Настало время или не настало, ну, еще раз хочу сказать, что время, может быть, и настало. Но, опять же, нужно просто провести более расширенный опрос или провести какой-то референдум в отношении этого и принимать решение. Но для Кирова, если мы говорим, ведь даже просто в общении у нас много названий, значит, вятский, значит, кто-то приезжает на вятку, значит, само слово вятка больше существует, и город расположен на реке Вятка. Поэтому кто-то даже спрашивает, и, наверное, нас больше знают не как Киров, а как вятку. Да, и кто должен явиться инициатором нового референдума по этому поводу? Жители города, в том числе я могу быть инициатором. А вы готовы это сделать? Я готов. Спасибо. Ну, давайте мы поговорим о том, что было в прошедшем году и некоторые перспективы следующего. Безусловно, заявления и первых лиц, и обсуждения экспертов насчет того, что тучные года прошли давно, и всем нужно затянуть пояса, они практически в каждой новости сейчас сквозят. Согласны ли вы с тем, что мы сейчас находимся в периоде рецессии, и как это сказывается, если согласны, на городе Кирове, что вы видите, какие признаки видите? Я могу сказать, что действительно ситуация экономическая очень сложная, но если посмотреть, когда мы проходили кризисы, восьмой, девятый год, город Киров как-то это все проходило менее болезненно, чем другие города. Или, например, если взять Урал, где там тяжелая металлургия, там это все гораздо сложнее. На сегодняшний день, если мы говорим, то по сравнению с прошлым годом, у нас даже наша машиностроение в обрабатывающей промышленности, военно-промышленный комплекс, работает даже с некоторым повышением всех своих планов. За счет госзаказов? За счет госзаказов. И вот сегодня все предприятия работают. У нас была проблема с заводом 1 мая, сегодня он работает, механический новоярский завод, он работает, есть проблемы с лыжным комбинатом, но там своя тема, она отдельная. Поэтому если говорить, то вот у нас даже в какой-то степени и прошло даже увеличение числа работающих людей, которые приняли наши предприятия. А в связи с открытием нового завода, это еще полторы тысячи рабочих мест. О каком заводе идет речь? Это завод, который строится в МАЗ-Антэй на базе завода Авиатек. Поэтому говорить о том, что вот как-то вот все плохо в городе, наверное, не стоит. Но если говорить в целом, то, конечно, ситуация непростая. Исходя из того, что мы верстали наш бюджет, и бюджет очень сложный, и мы говорим о том, что его будет и сложно выполнять, я могу сказать о том, что действительно мы находимся сегодня не в лучших ситуации, и для того, чтобы как-то поправить ситуацию, наверное, нужно искать и находить свои собственные ресурсы. У нас в области, в этом направлении, тоже очень много делается. Особенно если взять сельское хозяйство, даже посмотреть пригородные наши предприятия, то у них рост производства. И я думаю, что вот на этом нужно и продолжать нашу работу. Что касается сельского хозяйства, если вы об этом заговорили, мы не можем не следить за тем, что происходит сейчас в связи с введением системы Платона. Это касается грузоперевозок тяжелых. Буквально утренняя новость, тревогу, ну, со вчерашнего дня, в общем, переписанная, тревогу бьют купнейшие организации, ритейлеры, в их числе Национальная мясная ассоциация, Рыбные и зерновые союзы, Союз молоко и ассоциации компании розничьей торговли. Они предупреждают правительство страны, что технические сбои в системе Платон и повышение платы скажутся на итоговых ценах в магазинах и уже сказываются. Прогнозируют где-то в процентах, а где-то кратный рост цен на продукты, в том числе и самые дешевые, молоко, например, прямо перед Новым годом. Что может сделать администрация города, правительство области или вы, чтобы этого в Кирове, например, не произошло? Как вы это контролируете, может быть, уже сейчас? Вот что мы можем сделать в отношении таких грузоперевозок больших, ну, город... В отношении цен? Абсолютно ничего не сделает. А в отношении цен, если мы говорим о том, что у нас в основном молочко, мясное промысленное, наше местное, то говорить о том, что и цены возрастут, наверное, не стоит. Что касается и руководства города, и правительства области, то нам, наверное, надо больше работать с крупными федеральными сетями, потому что вот у них этот процесс может произойти. Поэтому я думаю, что и правительство Российской Федерации, а вчера Дмитрий Анатольевич Медведев говорил на эту тему, примет все веры для того, чтобы вот этого роста цен не было за счет этих перевозок. Почему? Потому что практически все предприятия, которые занимаются, они имеют свой транспорт, и им невыгодно, наверное, будет повышать цену на перевозку за счет своей продукции. Есть те, которые занимаются, будем говорить, логистикой каких-то других предметов, там что-то может происходить. Но что касается продовольствия, у нас в городе, мы эту тему будем контролировать вместе с нашими сельхозпроизводителями. Мониторинг цен в сетях и в отдельно стоящих магазинах будет проводиться перед новым годом? Он у нас проводится постоянно. У нас есть управление администрацией в экономическом департаменте, который этими вопросами занимается, мы этим следим. Что-то сможет сделать администрация и правительство области в случае, если увидят, что повышение идет? Не относительно, как это бывает перед сезоном, всегда перед новым годом, а действительно кратное? Ну, еще раз говорю, что мы можем сделать? Вот мы будем общаться с этими, во-первых, с производителями, это раз, во-вторых, с сетями, которые у нас находятся в городе. Спасибо. Напоминаю, что вы слушаете интервью Владимира Быкова, главы города Кирова, и хотелось бы еще поговорить о городском бюджете на будущий год. Вы уже сказали, Владимир Васильевич, что он будет тяжелым. Наверное, мы не одиноки в этом. В каждом регионе страны в следующем году будет тяжелая ситуация. Хватит ли денег в городском бюджете для финансирования основных направлений развития города, таких как благоустройство, озеленение и другие? Я хотел бы сказать, что вот если брать еще итоги года, то мы заканчиваем неплохо этот год, 15-й для нас он важен тем, что мы введем 4 новые детских садика, это почти тысячу мест, и выполним указы президента о том, что с 3 до 7 дети все будут. Мы строим жилье для ветхоаварийного переселения жителей, таких 2 дома будут водиться буквально накануне Нового года, для детей-сирот. Что касается бюджета 2016 года, да, он напряженный, но он по уровню 9 миллиардов рублей с дефицитом примерно 500 миллионов рублей, но сложность нашего бюджета заключается в том, что в городе стартовали в 2015 году, это как итог года, даже не в 2015 году один проект стартовал несколько раньше, еще в конце 2013 года, это строительство водовода из Куменского района в город, это очень важный проект, вот здесь для нас очень будет сложно, потому что идет софинансирование вместе с федеральными деньгами, то есть приходит 50% федерации, 50% наши вместе с правительством области, вот здесь вот в этом отношении нам будет сложно. Что касается второго проекта, он стартовал в этом году, это строительство путепровода в район Чистые пруды, это очень важный проект, проект, который, собственно говоря, свяжет центральную часть вот с южным направлением развития города и решится вопросу транспортный, который очень там серьезно сегодня стоит, проект должен быть закончен к 2018 году, и деньги на этот проект федеральный, они заложены. Вот обеспечение этих двух проектов налагает сложность на наш бюджет. Мы свои, то есть вот из всех этих 9 миллиардов рублей, 57% это все то, что касается социального направления развития нашего города, поэтому здесь все программы будут выполнены. Вы знаете, что в 2016 году стартует очень большой проект, и президент, и представители правительства сказали, что проект детских садов, он как бы заканчивается, это проект и партия «Единая Россия» стартует, новый проект строительство, капитальный ремонт и пристрой к школам. Этот проект рассчитан на 10 лет, 16 по 25 год. Вот наше желание участвовать в этом проекте, и здесь необходимо иметь проекты школ, которые прошли госэкспертизу, такой проект у нас есть, мы его представляли в министерстве и образования, и строительства, и с учетом тех замечаний, которые мы к концу года должны все исправить, еще раз утвердить госэкспертизу и приступить к строительству новых школ на следующий год. 14 площадок подготовленных. То есть вы сами понимаете, что строительство школ это тоже некое отвлечение, будем говорить, средств бюджета. Вот в этом направлении для нас это будет очень тяжело. А так как предприятия работают, и основная составляющая часть наших собственных доходов это НДФЛ, я думаю, что в этом направлении нам как-то будет немножко полегче. Что касается школы, 14 площадок, поясняю слушателям, как я это поняла, вы меня поправьте, Владимир Васильевич, если я не права, мы сможем построить эти школы в течение 10 лет только в случае попадания в федеральную программу и выделения федеральных средств. Значит, мы обязаны попасть в эту федеральную программу, и федеральные средства будет выделяться, сумма пока проявлена, это 3 триллиона рублей, значит, проекты у нас есть, вообще нам нужно построить для того, чтобы наши дети занимались в одну смену 25 школ. Федерация будет давать средства для строительства больших школ. То есть вот маленькие школы, это все надо будет строить за свои средства, а школы будут строиться от тысячи и выше. Значит, на сегодняшний день есть нормативы, по которым дети занимаются 25 человек в классе, планируется изменение, то есть до 30. Поэтому мы готовим, у нас на тысячу мест проект готов, на сегодняшний день наши уже разработчики с нашими строителями уже приступили к проектированию школы на 990 мест, это уже классы по 30 человек, а там уже дальше идет 1360 и потом уже там выше. То есть вот такие школы мы будем планировать и на такие школы мы обязательно получим средства. Потому что на сегодняшний день в Минобороз заявились мы, Ярославская и Челябинская области. Три области всего? Да, пока три области. Финансирование этих проектов начнется, ну, ориентировочно с мая месяца. То есть у нас большие шансы? Они активно, да, да, активно занимаются, потому что у нас был министр образования, был заместитель министра образования, они видели, как мы строим детские садики, то есть вот именно те требования, которые сегодня предъявляют и требуют для строительства школ, это трансформер, то есть можно как-то что-то поменять. Вот у нас детский сад, который мы построили в Радужном, который сегодня мы будем открывать в микрорайоне Урванцево, они уже такого типа. Трансформеры, например, детский сад можно трансформировать в начальную школу. Его можно трансформировать в начальную школу, но его можно поменять как угодно, то есть понимаете, вот здесь сегодня у вас ясельная группа, здесь можно сделать группу для старших, или здесь у вас актовый зал, можно его превратить в спортзал, то есть вот это перемещение, и самое главное, если мы говорим на 300 человек, то убрать какую-то часть, он будет уже там на 220, на 240, 260. Таким образом можно изменять конфигурацию, условно говоря, учебного заведения, чтобы не сад на мороз, чтобы соответствовать нормам, да? Да, чтобы соответствовать нормам. Если вы помните, раньше у нас все детские садики были два этажа, а на сегодняшний день три этажа, и вот третий этаж, это, собственно говоря, спортзал, это актовый зал, а внизу первый этаж, это ясельные группы, там, ну, мы понимаем, пищевок. Это очень интересная тема, потому что Москва ведь идет давно уже по этому пути, у них трансформеры-садики, превращающиеся в начальную школу, у них сейчас, насколько я помню, в самой Москве законодательно введено такое право строителя, или даже обязанность строить дома на первых этажах этого дома, учебные заведения, вот мы как-то по этому же пути движемся? Мы идем по этому направлению, и у нас уже в городе строится несколько жилых домов, где первые этажи будут использоваться под частные детские садики. То есть государственный детский садик там мы не можем открывать, а вот частные детские садики, то, что в Москве происходит, на первых этажах можно открывать. И такие уже, они, правда, у нас, будем говорить, не большие, там вот по группе по 20 человек, по 25 человек, такие детские садики у нас уже есть. Спасибо. Вы слушаете интервью Владимира Быкова. Следующий вопрос касается темы центрального рынка. Ваше мнение, если городская администрация проиграет в правовом поле, а мы знаем, что сейчас идут апелляционные жалобы о их рассмотрении, и пока что администрация проигрывает, прокуратура отстаивает свою позицию. Если администрация проиграет в правовом поле, намерен ли город отказаться от реконструкции центрального рынка. И что с деньгами инвестора, насколько я помню, там речь шла о 20 миллионах, такой своеобразной предоплаты, что с этими деньгами, где они, не забирает ли инвестор эти деньги? Значит, мы не отказываемся от своих планов, но так как мы законопослушные, наша администрация, поэтому мы пройдем все те пути, которые предусмотрены законодательством, инвестор деньги не забирает, вместе с администрацией он также занимается решением вопросов суда. Если мы проиграем и во всех частях, значит, будем искать другие пути продолжения работы с этим проектом. Но этот проект будет продолжен. Просто в том состоянии, в котором находится сегодня наш рынок, ну, наверное, это неправильно. Поэтому там будет рынок однозначно, там не будет никакого жилья, но это будет современный, красивый рынок, именно вот с тем старым зданием центральным, которое на сегодняшний слой, которое будет капитально отремонтировано, то есть там пройдет реконструкция поэтапная, и все, кто там работает сегодня, они будут работать там. Но в сегодняшний день на рынке 500 свободных мест. Поэтому говорить о том, что отказываться от этих проектов, наверное, не стоит. Нужно просто довести это все дело до логического конца. Вспомним, что инвестор БСП, компания БСП Инвест Плюс, и Вы говорите о том, что администрация городская собирается продолжать сотрудничество именно с этой компанией. Ну, пока мы идем в решение всех правовых споров в судах, закончим в судах, значит, если нам эта форма, в которой мы сегодня проводили конкурс, не будет рынок, значит, будем разрывать право-конкурс, и будет участвовать эта компания, мы с ней продолжим, будет другая компания, будем искать. Но пока другой компании нет, я не знаю еще. Да, Владимир Васильевич, меня всегда интересовал этот вопрос. Неужели нет местных компаний, которым был бы интересен такой вот лакомый кусочек, как центральный рынок? Вот в том объеме и в том, как бы, проекте, который мы хотим, пока местные компании, кто может, пока никто к нам каких-либо предложений не сделал. Речь идет о слишком больших суммах инвестиций. Мы хотим действительно сделать очень хороший проект, поэтому будут наши инвесторы. Ну, у нас очень многие компании строят свое. Скоро появится на улице Щерса новый рынок, такой же, там, несколько этажей, строят, вкладывают свои средства. Другие компании, ну, к нам пока никто не обращался. То, что говорили, там, вместе с рыночными построить, ну, наверное, не получился бы тот хороший проект, который мы хотим. Поэтому, если кто-то из наших будет желать, участвуй, пожалуйста. Еще о теме застройки. Тема резонансная, она вас касается. Это тема застройки земли у Парка Победы. 15 декабря очередные судебные разбирательства. Вы уверены, что решение администрации устоит, и договор купли-продажи по данному участку не будет расторгнут? Я не могу сказать, уверен я. Посмотрим, что решится. Готовы к любому решению? Мы готовы к любому решению. И давайте сразу же свяжем это с планами по озеленению города на следующий год. Вы многократно утверждали, что будут появляться новые парки и скверы. Насколько я понимаю, эти новые парки и скверы будут появляться в новых микрорайонах. Да. А что касается старых все-таки парков и скверов, центральной части города, что с ними будет? Например, зона оврага Засора. Что с ним происходит? Ну, зона оврага Засора, вот мы овраг сейчас будем расчищать от улицы Ладарского до Свободы. Там, от Свободы до Ленина, у нас там есть инвестор, который там строит. Значит, мы следим за этой стройкой и на сегодняшний день будем вести активную борьбу с теми строителями, которые не укладываются в сроки, которые выделены для строительства. А они не укладываются? Они пока не укладываются. А что касается в рага Засора, ниже улицы Ленина до улицы Казанской, там пока инвестор, который взял это в аренду, ну, в связи с экономическими результатами, пока никаких активных строительных действий не проводят. Поэтому мы предложили им убрать все эти заборы для того, чтобы мы могли там иметь овраг, очистить его, если будет необходимость, будем его использовать, особенно, когда у нас начинается Великолепский крестный ход для размещения паломников. Поэтому вот тот овраг мы очистим. Что касается ниже улицы Казанской, вы знаете, что там у нас стадион, в этом году мы там продолжим работу по очистке ярусов, там они, в общем-то, в таком своем естественном, будем говорить, овраге там были места, значит, вот это будет все там расчищаться, приводится в порядок и будем бороться с теми, кто там находится, там весь авторемонт, в общем-то, вот как-то с этими товарищами принимать меры для того, чтобы они убрали и там продолжим готовить базу для нашей пятой спортивной школы. Чуть поподробнее, и так овраг, который находится от Володарского до Свободы по улице Горбачева, да? Вы говорите, что в следующем году будет продолжена его расчистка. В чем она заключается? А вот в том, что, как у нас, например, если мы брали овраг раздерихинский, он весь был заросший кленами, тополями, мы его просто вырубили и там увидели сразу две ротонды, которые находятся в Александровском саду. То есть пока мы планируем вырубить вот это все, то, что там заросло, там просто заросли, кустарники. А какие-то деревья останутся? Да, те деревья, которые здоровы, мы будем оставлять, березы, сосны. Потому что, помните, было много шума по поводу оврага, который как раз от Свободы до Ленина, когда вырубили березовые аллеи, и непонятно, какая будет растительность, когда отстроится, например, тот самый застройщик, который сейчас затягивается. Вот в этих оврагах я там где-то не помню, не видел березовых аллей. Я вас уверяю, она там была. Я там живу не только. Давайте мы посмотрим. Как-нибудь прогуляемся и посмотрим, что там было. Большой вопрос по озеленению именно этих зон. Я к этому вела все. То есть застройка это хорошо, а насчет озеленения, как здесь ведется разработка? Вы знаете, вот разработка идет по озеленению микрорайонов чистых прудов. Там у нас будет очень большой воде, там мы будем ставить фонтан. В Новоядском микрорайоне то же самое. По остальным по скверам мы с учетом того, как у нас будут находиться инвесторы, то же самое будем приводить в порядок. Вот простой пример у нас на улице Мельничник появился сквер напротив облгаза так называемого старого. Мы знаем, газовщики там тоже получаются. Да, там не газовщики, там строители больше поучаствовали, но и газовщики в том числе. Вот этот пример будем привлекать всем для того, чтобы как можно больше сделать вот таких маленьких, уютных и комфортных скверек. А вас лично устраивает, как работает городская служба по озеленению? Вот как разрабатываются планы парков и скверов? Как вообще внедряется культура парковая в городскую среду? Вот в чем, вот в какой смысл, какая культура парковая? В чем это? В что выводы? Как выглядят наши парки и скверы, попросту говоря? Вас устраивает? А следовательно, как работают те люди, которые отвечают? Я могу сказать, что у нас есть две структуры, которые отвечают. Это есть у нас муниципальное учреждение архитектуры, которое, собственно, разрабатывает концепцию всех парков и скверов. И есть у нас управление благоустройства, которое уже затем выполняет все, что там делается. И я могу сказать, что все, что наши мук сделали вот в этом году уходящем, наверное, каких-либо замечаний по тому же парку Победы и по тому же скверу Шестидеретия СССР и по другим местам, наверное, нет. Поэтому, я думаю, нам нужно просто искать и привлекать жителей, чтобы мы вместе вот то, что делает наша архитектура, притворяли в жизни. То есть вам нравится, а если кому-то и жители не нравятся, то пусть приходят со своими предложениями. Мы готовы выслушать любое предложение, жителей, которые привыкли, скажут, давайте, вот мы, мы радуемся радужными, давайте вместе пойдем и будем приводить сквер. Мы пришли, они нет. Я пришел, тебя не ма, так называется. Да, обманула. Да. Мы сейчас привремся на короткую рекламу. Через две минуты снова в студии с Владимиром Быковым, главой города Кирова, и пройдемся по вопросам, которые оставили наши слушатели на сайте эхакирова.ру. Продолжается наш эфир. Напоминаю, что сегодня в гостях нашей Реостанции Владимир Быков, глава города Кирова. Я обещала, что мы обязательно пройдемся по вопросам, которые оставили наши слушатели на сайте эхакирова.ру. Первый вопрос Игорь пишет. Владимир Васильевич, как складываются рабочие отношения с товарищем Перескоковым? Случается ли у вас недопонимание по каким-либо вопросам и кто утром раньше на работу приходит? Утром раньше на работу приходит Перескоков. Недопонимания у нас нет и все складывается пока в таком рабочем ритме. Анна Дмитриевна, в сквере у мэрии в этом году оборудовали прекрасную детскую площадку, фонтаны, теперь елку и освещение. Очень неприятно, что многие люди, которые там гуляют и даже с детьми, курят. Неужели ничего нельзя с этим сделать? Вы могли бы повлиять, запретить проконтролировать? Ну, запретить мы не можем, будем просить или установим некие знаки, но вот просто запретить курить у нас нет никакого права. Сами как вы к этому относитесь, когда видите курящих людей в парковых зонах? Ну, вообще-то я всегда считал, что даже если человек курит, то курение в движении, оно, наверное, еще вреднее, чем просто. Поэтому надо курить, мое такое специально отведенных местах. Может быть, этих мест у нас в городе нет, это тоже надо принять, но вообще-то я к курению отношусь отрицательно. Сам не курю, поэтому считаю, что это... Особенно, наверное, все-таки в присутствии детей, потому что вот в этом действительно хорошем сквере сейчас очень много детей. Я с вами согласен, подумаем, но вот какие-то такие запретительные меры, наверное, не решить, ни борьбу ни с курением, ни с алкоголизм, нужно, наверное, просто разъяснять, на личном примере показывать, что это там как-то неправильно люди поступают. А тот человек, который всю жизнь курил, как мы его заставим бросить курить? Наверное, нет. Поэтому подумаем, чтобы в этом парке, сквере было более уютно. Но уже сейчас там действительно очень красиво. Поразительно, как обычная снежная горка может изменить вид сквера и привлечь туда людей? Видите, мы стараемся для жителей. Поэтому пока на Театральной площади погода нам не позволяет сделать то, что мы задумали к Новому году. Вот в таких парках, скверах мы уже стараемся это сделать. Вячеслав Тихонов пишет вам, будет ли в Кирове все-таки открыт Дом Дружбы Народов? Мы планируем открыть Дом Дружбы Народов. Вместе с губернатором области определились уже с помещением, поэтому я думаю, что в 2016 году он будет открыт. Антон, в эфире Кировского эха депутат Курашин говорил, что вы находитесь, вы, видимо, вас имеет в виду, Владимир Васильевич, в перманентной выборной кампании. В следующем году выборы в УЗС и Госдуму. Вы будете принимать в них участие? Готовы ли вы оставить пост мэра? Я буду принимать участие в выборах. Готов оставить пост мэра по окончанию срока своего избранного. А что касается выборов, я думаю, что каждый взрослый человек, а если это человек, который занимается еще и политикой, он всегда участвует в выборах. Вот просто Михаил Курашин там предполагал, что я куда-то пойду, это уже другой разговор. Это другой вопрос. А вот вопрос о том, буду я участвовать? Да, буду участвовать. В 2016 году? В 2016 году. Как лидер партии Единой России. Единой России, поэтому я буду участвовать в выборах, и в выборах Государственного и в выборах ЗАГСа в Ране, и в выборах местных советов на территории нашей области. Правильно я вас понимаю, что речь не идет о выставлении собственной кандидатуры? А там речь идет о том, что я буду участвовать в выборах. Инна пишет. Владимир Васильевич, Гордума выполнила рекомендации Минфина и приняла самую высокую из возможных ставок налога на имущество физических лиц – 0,3%. А вы считали, как изменится налог хотя бы на вашу квартиру? Неужели все уверены, что кадастровая стоимость действительно ниже инвентаризационной и платить жители города Кирова будут действительно меньше? Я думаю, вот на такие вопросы нужно отвечать, пригласив именно к нашим специалистам, потому что мы просчитали и на заседании к Думе мы проводили массу примеров именно по разным квартирам, двух, трех, поэтому я считаю, что то, что сделали, наверное, это самое правильное решение, потому что мы это делали не то, что сами, но вместе и с налоговыми службами города, поэтому если есть какие-то вопросы и предложения, мы готовы с ней встретиться и этот вопрос посмотреть. Всегда можно внести изменения. Вот вы помните, была установлена налоговая ставка на гаражные кооперативы и подскочила там плата. Мы же пересмотрели этот вопрос и ушли в сторону уменьшения. Поэтому, если есть какие-то предложения, что вот этой конкретной инне нужно сделать, если она недовольна этой ставкой? Если она недовольна ставкой, пусть она придет к нам, мы с ней поговорим, объясним, расскажем и покажем. К нам к кому? В администрацию. Ну вот она пришла в здание. Вот ко мне то есть приходит. И может сказать Инна, что ее пригласил Владимир Васильевич. Да, Инна может прийти, я ее приглашаю, пусть она приходит, мы с ней будем общаться. Это со ссылкой на наш эфир в 301 кабинете. Еще один вопрос, секундочку. Я уже вот этот вопрос взяла, кстати говоря, не со странички, где есть анонс нашей с вами сегодняшней встречи, а со странички, где есть анонс прямой линии губернатора, позволила себе, потому что, мне кажется, это касается города. Анастасия пишет. Организовали проект «Вятский квест». Игра в реальности для школьников. Цель – отвлечь их от компьютеров и научить любить свой город. В развлекательной форме донести исторические факты о Вятке. Интересен ли подобный проект для города? Нужна поддержка и помощь в продвижении. Что порекомендовать можно Анастасии? Ну, если ей нужна поддержка и помощь, приглашаю. В целом, за, наверное, это хороший проект. Я, конечно, за, поэтому если... Изучение исторического наследия города. Да, мы много проектов рассматриваем, если у нее есть какие-то вопросы, приходят ко мне, мы соответствующие нашим управлениями поможем ей. Да, только Анастасия, вот собственная моя рекомендация, с конкретными, хорошо прописанными идеями, или вы готовы просто... Абсолютно верно. Понимаете, у нас многие приходят и говорят, надо там что-то сделать. Давайте мы посмотрим. Вот, как некоторые специалисты говорят, я там очень хорошо разбираюсь в экономике, вот я вам предлагаю в бюджете то-то, 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 вот это здесь, если вы предлагаете здесь увеличить, то скажите, откуда это взять? просто ничего из ничего не получается. Поэтому, если у них есть конкретные предложения, то сегодня мы можем вместе там с ними посмотреть, поговорить и в какую-то из наших программ или направлении деятельности того или иного управления этих людей привлечь и поможем. И они нам помогут. Есть еще один вопрос по поводу 10% сокращения зарплаты, которую Владимир Владимирович Путин продлил на 2016 год. Вы, наверное, в курсе, да? Продление для главы государства, премьер-министра и других лиц, занимающих отдельные госдолжности, сохранится на 2016 год. Вопрос о том, что сделали городские чиновники наши местные и вы лично по поводу своих зарплат и, может быть, пострадали урезались в чем-то еще машины и так далее на 2016 год. Что касается работы. Значит, мы не только, как бы сказать, своим сотрудникам, но и себе никаких повышений зарплат не делали ни в 2015 году и не планируем это делать и в 2016 году. Что касается общего числа администрации, мы тоже планируем сокращение и оно постепенно идет, тоже до 10%. Что касается каких-то закупок, я думаю, что администрация города уже давно ничего практически не закупает, того, что не нужно. Поэтому я считаю, что мы до сегодняшний день приобретаем то, что необходимо для работы. Все. неувеличение это одно, а сокращение, вот то, что сделали... А неувеличение это и есть сокращение. Нет. Еще раз. Владимир Путин сократил на 10% конкретно зарплаты. Что-то подобное произошло? Вот сокращение конкретно на конкретный процент или нет? Мы не увеличивали. Не увеличивали. Дмитрий Русских был губернатором или спикером, то он бы пользовался, будем говорить, той возможностью, которая ему предоставляется. Тем более, она не такая большая. Просто говорить о чем-то, как всегда Дмитрий Русских говорит, вот там, где-то, бюджетные деньги, а он живет на что? То есть весь бизнес его построен на том, что люди покупают, приобретают, продают за счет чего? бюджетных денег, поэтому это просто слова. Люди работали, они... То есть Вы негативно относитесь к подобным предложениям, считаете их популистскими? Я считаю, что это популистские решения. Если человек вот сам не желает, он может отказаться, но если человек работает, это как стремиться, вот другой человек вот он работает, растет там, занимается, и каждый к чему-то добивается, то есть он много работает, он получает заработную плату, ему государство предоставляет, эта льгота установлена, не сам он придумал. И поэтому, если он лично отказывает, это его дело. А если его заставляют кто-то там принуждать, а ты откажись, то я так понимаю, что просто, если бы он был на этом месте, то просто, или зависть, или просто делать нечего, не занят человек ничем, просто вот хочется поговорить. Если бы он был занят, и каждый день приходил бы к 7 утрам на работу, общался с людьми, работал, вкалывал, следил за процессом, а когда он просто приходит там, я не знаю, чем занимается, то, наверное, просто можно поговорить. Нельзя отказываться от заработной платы, нельзя отказываться от каких-то тех льгот, которые предоставляются за счет того, что ты честный, добросовестно работал. Вот у нас есть северный коэффициент, тоже можно отказаться. Поэтому в разных, конечно, в разных регионах все, есть какие-то льготы, какие-то есть представления. Поэтому если человек работает и добросовестно работает, и есть отдача, то почему этим не пользоваться? Я думаю, что Дмитрий Русских сейчас говорит об этом, что как раз тяжелые времена, и все затягивают пояса, и не затянут ли пояса, как раз ликвидируя льготы для обысковоставленных лиц? Ну, я бы мог бы тоже там разобраться более конкретно, чем занимается Дмитрий Русских. Наверное, ему тоже можно затянуть пояса, а не говорить о том, что там... Это решение каждого человека. Я считаю, что если это и есть льготы, которые предоставлены, и человек честно, добросовестно выполнял, он может этой льготой пользоваться. И отменять ее нельзя. Понятно. Если человек сам сказал, да, я не буду ей пользоваться, и не буду там. Это его право. Это его право. Вот я в этом году не пользуюсь правом санаторного курортного лечения. Это ваше личное решение? Это мое личное решение. Но я об этом нигде не кричу, только здесь сказал, потому что, чтобы Дмитрий там тоже услышал. Пусть он откажется от чего-то своего. Но он же ни от чего не отказался. А в следующем году вы готовы отказаться от санаторного курортного лечения? Если буду здоров, откажусь. Последние там буквально несколько секунд, но редактор очень просит, Инна, которая вам писала по поводу оплаты за квартиры, да, и налог на имущество, все-таки хочет от вас услышать ответ. А вы лично стали меньше платить с введением такого коэффициента за свою квартиру? Значит, я бы и ответил, что мы платить-то будем не в этом году, когда начнем платить, тогда ответим, пусть она придет, мы с ней поговорим. Этот налог когда будет действовать? Ее интересует Ваша личная квартира. Моя личная квартира? Будете ли вы платить меньше или больше? Наверное, все знают, что я являюсь человеком, который имеет определенные льготы государством, как военнослужащий, как ветеран вооруженных сил, как участник боевых действий, поэтому у меня это все будет на 50% меньше. Спасибо. И напоминаю нашим слушателям, что вы слушали сегодня интервью с Владимиром Быковым, главой города Кирова. Я, Светлана Занько, прощаюсь с вами. До свидания. До свидания.